Сегодня в Карачаево-Черкесии стартовали соревнования среди команд пожарных и спасателей Северокавказского федерального округа. Лучшие команды своих регионов приехали в Черкесск, чтобы определить лучшую аварийно-спасательную дружину. На торжественном открытии побывал наш корреспондент Артур Мкце. В восьмом по счету турнире среди северокавказских управлений МЧС и поисково-спасательных отрядов приняли участие 10 команд. Главным фаворитом соревнований в Черкесске, разумеется, были хозяева. Представители Карачаево-Черкесского регионального управления. Его сотрудники – постоянные участники всероссийских форумов. Впрочем, остальные команды, приехавшие в нашу республику, также рассчитывают на успешное выступление. Ведь на региональном уровне каждая из них стала лучшей. Регионы между своими подразделениями проводят соревнования, то есть проводится отбор. И на основании этих соревнований, соответственно, выделяется лучшая команда. И лучшая команда представляет свой регион на северокавказском уровне. Я сам недавно работал заместителем начальника, и наша часть впервые выступает на северокавказском уровне. Мы у себя заняли, соответственно, первое место. По словам руководителя республиканского управления МЧС Александра Голоколенко, от слаженных действий всей команды спасателей зависит конечный успех. Одно неверное действие и кропотливая работа коллектива окажется впустую. Здесь мы демонстрируем нашу готовность к проведению мероприятий по оказанию помощи людям при ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Опыт работы в команде, автоматизм действий про проведение аварийно-спасательных работ, спасение жизней – вот наша основная задача. Помните, что соревнования – это не только возможность продемонстрировать свои знания и умения, но и возможность обменяться опытом. Согласно положению из заданий, которые будут выполнять команды, это деблокировка пострадавших, оказание первой помощи, разборка полностью автомобиля, резко его по запчастям, извлечение пострадавших, так что оказание, как я и говорил, первой помощи, также тушение, пожар, то есть элементы будут отработаны довольно интересно. Каждая из десяти команд предстояло продемонстрировать свои мастерства и умения работать в экстремальной ситуации. Да, в данном случае речь идет о действиях на тренажере, однако происходящее наиболее приближено к тому, что может произойти на самом деле, и даже если победа в турнире не будет достигнута, полученный опыт непременно пригодится. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачао, Черкесия.